Мы государственная компания. Переводчик мне подсказал вариант как генподрядчик, но это не совсем так. Альмарджан не только отвечает за инфраструктуру всего Эмирата Рассальхайма, мы также сами строим, и помимо всего этого, мы занимаемся насыпкой искусственных островов. Вы, наверное, все знаете Пальму, Пальма Джумейра в Дубае. Вот пришла идея создать аналогичный проект в Эмирате Рассальхайма. Он называется Альмарджан, тоже одноименно с нашей компанией. Альмарджан представляет собой конгломерат из четырех островов. Марджан по-арабски коралл, поэтому, глядя на картинку, вы видите, что именно коралл он и напоминает. Во-первых, география, во-вторых, в Рассальхайме есть горы. Самые высокие горы в Арабских Эмиратах. Всего-то два километра над уровнем моря, зимой там идет снег. Видели, наверное, все ролики в Ютьюбе. Арабы катаются на санках, на салазках. Да, это действительно не фотошоп, так оно и есть. Недавно в этих же горах тоже мы попали в книгу рекордов Гиннеса. Открыли самую длинную зиплайн в мире. Зиплайн это, я посмотрела, есть такое русское слово. Это металлический трос, натянутый с самой вершины горы, до земли. Три километра он протяженностью вас пристегивают к нему, без какой-либо кабинки, просто вот как вы есть. И вы летите со скоростью 100 километров в час вниз, занимает примерно три минуты. Экстремалы со всего мира поехали, им очень нравится, радуются. Рассельхайма занимает очень выгодное местоположение. То есть за 4 часа из Рассельхайма вы можете улететь к 31% населения мира. В Рассельхайме есть свой международный аэропорт. Помимо этого, если наш аэропорт вас не устраивает, нет тех же коммерческих или прямых рейсов, которые вы обычно любите и используете, например, Эмиретс, это дубайская авиакомпания, она летает в Дубай, то от Рассельхайма до международного аэропорта Дубая вы заездите всего за 45 минут. Очень близко, очень удобно. Это не самый большой Эмират, четвертый по величине, население составляет 350 тысяч человек, размер меньше двух квадратных километров. В Рассельхайме нету нефти, абсолютно нету нефти, поэтому капитализация идет за счет туризма, промышленного производства. Также у нас есть свои офшоры и свои фризоны, то есть открыто больше 22 тысяч компаний. Люди едут со всего мира, очень комфортно вести бизнес, компания открывается меньше, чем за неделю. Вы получаете визу для вас, для вашей семьи, можете переезжать, давать детей в школу, пользоваться всеми преференциями, как и местные жители, по сути. Достопримечательности, песчаные пляжи, пейзажи. У нас есть свой аквапарк, я уже упомянула горы, эктуризм и канатная дорога, зиплайн. Тут, собственно, можно говорить долго, но я бы хотела вам показать видеоролик непосредственно о нашем проекте, потому что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Это видео мы сняли полгода назад, то есть это все, как оно есть в реале. Это наш офис. Инвестиционные возможности. Символ гостиничного бизнеса. Живописный курорт. Выдающиеся перспективы развития ожидают вас на новом, живописном и удивительном острове Аль-Марджан. Аль-Марджан – это первый искусственный остров в Рас-Аль-Хайме. Он простирается в Персидский залив на целых 4,5 километра и занимает площадь в 2,7 миллиона квадратных метров. Эмират Рас-Аль-Хайма, являющийся частью Объединенных Арабских Эмиратов, представляет широкие возможности для инвестиций. Благодаря своему стратегически удачному расположению на границе между Азией и Европой, этот Эмират находится в пределах 7-часового перелета для более чем 1,2 миллиарда человек. Рас-Аль-Хайма – это безопасный рынок для инвестиций, который также состоит в первые десятки городов будущего. Рас-Аль-Хайма стал лидером региона по притоку туристов в 2016 году. Его преимуществами являются привлекательно низкая себестоимость строительства, прекрасная инфраструктура и активно растущий гостиничный бизнес. Агентство по туризму и развитию Эмирата Рас-Аль-Хайма поставило себе задачу добиться притока отдыхающих в количестве 2,9 миллионов человек в 2025 году, а также увеличить продолжительность посещения и объем расходов приезжающих. Популярность Рас-Аль-Хайма среди жителей Объединенных Арабских Эмиратов растет. В Эмирате открываются новые брендовые отели, принося с собой мощную клиентскую базу. Рас-Аль-Хайма также может похвалиться немалой популярностью среди туристов из Германии, Великобритании, России и Индии. Остров Аль-Марджан предлагает широкие инвестиционные возможности в условиях надежного инвестиционного рынка с высокими прибылями. Данные условия стабильности и безопасности являются особо благоприятными для инвестиций в жилую недвижимость, включая недвижимость класса люкс, а также загородные и курортные дома. Квартиры на острове стоят от 100 тысяч долларов. Мы сами не продаем. Рас-Аль-Хайма имеет множество разнообразных преимуществ и привлекательных особенностей. Это курорт класса люкс с прекрасными условиями для семейного отдыха. Высокий уровень обслуживания туристов и разнообразные программы отдыха. Остров предлагает блестящие возможности для опытных застройщиков, владельцев и операторов рынка недвижимости, желающих укрепить свои позиции на новом стабильном рынке. На острове Аль-Марджан к вашим услугам инфраструктура мирового класса и широкие инвестиционные возможности. Салют в этом году тоже попал в книгу рекордов и на свой самый-самый-самый крупный канал. Остров Аль-Марджан. Ваш любимый инвестиционный проект. Спасибо за внимание. Но я еще раз повторюсь, все, что вы видели, это искусственно отсыпанные земли в Персидском заливе. Хотя арабы и не любят это название, по их мнению, это Арабский залив. Все искусственно насыпали в течение трех лет. Аль-Марджан в цифрах, он кажется таким масштабным на видео, на самом деле общий размер островов меньше трех квадратных километров. Острова добавили 23 километра береговой линии и почти 8 километров пляжей. Пляжи, как на Мальдивах, ничем не отличаются. Очень пологие спуски в воду, никогда нету волн, удобно для отдыха с детьми. Туристы любят, вообще нас туристы из России, страны СНГ называют ближайшей дачей. И вы знаете, наверное, что за последние несколько лет у нас отменили визы для граждан России, для граждан Казахстана, для граждан Украины. То есть люди сейчас не привязаны к турагентствам. Вы заходите в букинг, если хотите, заходите на Airbnb. У нас на острове тоже есть апартаменты, люди их сдают в аренду. Блокируете, берете билеты на ближайшие даты, прилетаете. Вам не нужны вот эти никакие формальности. Не нужно куда-то там инвестировать 2 миллиона или стоять в очереди в посольство, ждать, дадут тебе визу или нет. Я сама из Минска, к сожалению, родом из Минска. К сожалению, для белорусов пока визовый въезд, но мы над этим работаем. Спрос и интерес к острову растет. То есть в следующие 3 года мы хотим увеличить пассажиропоток в 3 раза. На данное время к нам в год приезжают около миллиона туристов, и в пик сезона мы с ними не справляемся. Нам приходится их отселять в Северные Эмираты, поэтому, собственно, вот и отсыпали остров Альмарджан с землями, с целевым направлением под объекты, отельные объекты, жилые объекты и объекты смешанного компонента. Запланировано 8 тысяч отельных номеров, 400 спа номеров и 600 вилл для отдыха, так называемых. Это все, что вы видите, оно уже отстроено и представлено на острове. Отели на побережье, жилые проекты и брендовые резиденции, мастер-планы. Вот эти три пирамидки, 6, вернее, пирамид, так три пирамидки, это отель Риксос, первый отель в Эмиратах, который вообще работает по системе, все включено, как в Турции. То есть вы платите, приезжаете и с утра до вечера наслаждаетесь всеми благами жизни. И три пирамидки, которые поотдали от них, это жилые единицы, три жилых дома, у них схожая инфраструктура, то есть люди, которые проинвестировали в эти дома, приезжают и чувствуют себя практически как в Риксосе. То есть у них есть даже скидки, если они хотят пообедать, поужинать, очень удобно. Различные развлечения, жилищные сообщества. На острове нету гольф-поля, это вставили как бы по ошибке, но гольф-поле на 18 лунок расположено в 3 километрах. Отель Марджана, когда погода хорошая, а она хорошая по меньшей мере 6 месяцев в году, просто можно пешком прогуляться и поиграть. И проекты смешанного компонента, это имеется в виду отель, в который включен жилой компонент, то есть брендовые резиденции под управлением этого отеля. Очень удобно, вы покупаете квартиру, хотите отдаете обратно отель, он управляет, сплачивает вам дивиденды, месяц в году вы можете пользоваться этой квартирой сами, либо пользуетесь этой квартирой, как обычной квартирой, то есть приезжаете, закрывается на ключ, когда уезжаете, как вам удобно. Гостиничный рынок в цифрах, которым я не буду вас утомлять, потому что, наверное, все уже устали, хотят убежать на обед. Но чтобы дать вам такое общее представление о ценах у нас, мы продаем земли по цене, пляжные земли, по цене 2000 долларов за метр квадратный. То есть на острове можно, по сути дела, каждый из присутствующих здесь может купить себе пару квадратных метров под полотенце. Мы продаем земли в расстрочку, на данный момент 80% уже распродано, вы видели на видео, наверное, много пустых участков, на самом деле они не пустые, это значит, что проект сейчас находится в разработке финальной, то есть к 2025 году с острова уберут последний кран, и на 100% он заработает и функционирует, это государственная программа. Когда люди инвестируют в земли, им не нужно платить 100% наперед, мы продаем все участки с графиком платежей, вы платите первый взнос в размере 10% и можете получать разрешение на стройку, то есть с момента заключения контракта до момента ввода строительной техники на стройку проходит меньше 4 месяцев. Остальную сумму вы платите в рассрочку в зависимости от размера участка земли, минимальный размер будет 2000 квадратных метров в течение 3-5 лет по договоренности. Мы не ставим жесткие рамки, когда вы должны начать строить, но мы всегда говорим, когда вы должны закончить. То есть к 2025 году будьте добры, иначе будут штрафные санкции. Ожидаемая прибыль очень оптимистичная и довольно-таки высокая. Это действительно так. Цифры, которые вы видите, это не наши цифры. У нас весь аудит сделан компанией Night Frank и компанией Colliers International. У нас тут есть стенд. Завтра я буду на стенде. Я привезла все брошюры со всеми обоснованиями. То есть кому интересно, кто в этом бизнесе, мы можем сесть. Я могу рассказать детально, по полочкам разложить, что откуда вышло и как мы пришли к таким показателям. Может быть, есть какие-то вопросы параллельно у кого-то? Да. Есть маленький вопрос касательно экономического смысла. Вот с нового острова на селе почему вы строите все отели, все места туристического привлечения, на земле? Зачем лишние деньги выбрасывать на нас и послали? Потому что, спасибо за вопрос, вы к нам летите, вы летите на пляж. Береговая линия в Эмиратах, она резко ограничена. Если вы были в Дубае, то есть я переехала в Эмираты 15 лет назад. Того пляжа, что был 15 лет назад и того пляжа, что есть сейчас, его больше нет. То есть его съели современные стройки. Поэтому возникла такая необходимость. Это А и Б. Опять же, Эмираты, это все-таки Эмираты. Летом в Дубае температура может достигать 60 градусов. Чтобы вы понимали, Рассельхайма из-за того, что есть горы, на 10 градусов есть разница. Я сама живу в Дубае, езжу на работу 120 километров в Рассельхайму, то есть я вижу градусник в машине. Поэтому 40 и 30, особенно если вы летите с детьми, конечно, это неоспоримый плюс. Вот за этим. Да? Скажите, пожалуйста, вот недвижимость на продажу в Рассельхайме, она лисхоу или то есть она приобретается полностью во владение, получается, или придется там на аренду сроком 29 лет и так далее? Очень хороший вопрос. Спасибо. В Рассельхайме три зоны, три фрихолд-зоны, Альмарджан одна из них. То есть стопроцентное пожизненное владение. И земли, и жилой единицы, которую вы купите, построенной на этой земле. Безусловно, все ваше. Вы можете продавать на стадии строительства, сдавать в аренду, когда она уже готова, передавать по наследству все как... Еще, наверное, то есть, ну, скажем, вопрос. В арабских комитетах мы знаем, что есть некогда на ограничение по покупке недвижимости женщин. То есть, ну, скажем так, лучшим мужчинам приобретать недвижимость в свое имя. А вот здесь есть такая проблема? Такой проблемы нету. Если бы она была, она бы стояла сейчас перед вами. Нет, нет, то, что, скажем так, прав больше у мужчин для обретения недвижимости, они получают больше приема. Это, наверное, пошло все от законов шариата, потому что, если идет какое-то разбирательство в суде арабском, один мужчина, один свидетель мужчина идет как две женщины. То есть, если суд требует привести двух свидетелей, свидетели у вас женщины, то вам нужно где-то найти четыре. Если мужчины, то две. То есть, это исторический какой-то факт, его нужно принять, понять и простить. То же самое, как, например, алкоголь. Кстати, в Росальхаме алкоголь находится в свободной продаже. Меня на этот проект перевели два года назад. Я когда впервые туда приехала, я после 12 лет работы в Дубае, я заехала на парковку торгового центра купить салатик. И, значит, висит такой знак «Пожалуйста, не распивайте алкоголь на парковке». Я смотрелась по сторонам, смотрю, то есть, вход в торговый центр и соседняя дверь как это, виноводочный по-русски, магазин, ты заходишь, в Дубай нужна лицензия. Чтобы получить лицензию, нужно, грубо говоря, доказать, что ты не трамвай. То есть, ты идешь к своему боссу, не дай бог, ну, вернее, как так нельзя говорить, если твой босс мусульманин, он тебе, конечно, такое разрешение не даст. Это для них грех. А если босс не мусульманин, разрешение дает, опять же, если вы женщина, не дай бог у вас, или дай бог у вас муж мусульманин, опять встают какие-то нюансы. В общем, неудобно. Рассельхайма, вот как Россия, как Беларусь, как Украина, пожалуйста, спокойно заходи, купил продукты, купил к ужину что-то, запить и вперед. Это очень удобно. Плюс в Рассельхайме нет налога на алкоголь. В Дубае он составляет 30%. Опять же, если ты оператор гостиницы, 30% идет не государство, а тебе в карман. Это огромные деньги, принимая во внимание то, что когда наши люди, да не только наши, как бы основной турпоток, это не только страны СНГ, а также Великобритания и Германия. То есть они фору дадут любому русскому человеку. И это огромные прибыли. Да, пожалуйста. Совершеннолетнего. С 18 лет. Скажите, пожалуйста, у вас там была цифра, значит, занятость по аренде, по-моему, 75% уже. Это отели. Отели, хорошо. Относительно отели, да. Средизогоднейшая заполняемость. Да, да, да. Превеличение от номеров на 7,4 прибыли. А сколько вообще, давайте так, высокий сезон, сколько длится? Что значит сроки аренды до 75%? Очень интересная цифра. Мы как бы можем с это с вами... Это в году вы имеете в виду? Да, конечно. 75% занятость номера? Это все об отелях, это не о квартирах. Хорошо, в отелях. В отелях 75% года заняты номера? Это... Это в какие месяцы? Это среднегодничное. Я прекрасно понимаю, что такое среднегодничное. 75% по году, вы понимаете, да, о чем мы говорим? То есть это 9 месяцев, 100% занятость всех номеров. Да. Вы можете приехать и убедиться, да. Высокий сезон, она, как я сказала, приходится перенаправлять турпоток в соседние Эмираты. Это действительно так. Хорошо. Увеличение прибыли от номеров на 7,4. А сколько было и сколько стало? Что это за цифра? Можете подробнее. Было около 180 долларов за номер за ночь, соответственно, считаем. Это доход вы имеете в виду? Увеличение прибыли. Совокупное. То есть это не прибыльность по году от аренды какого-то отельного номера. Это вы имеете в виду доход, размер дохода. Скажем так, размер стоимости номера увеличился на 7,4% за какой период? За год. За 17-й, да, видимо? Это за 17-й год, да. То есть рост стоимости номера, на 7,4% за 17-й год, да? Усредненно, да, по всему Эмирату. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!